Его жизнь была богата событиями, и ему удалось сделать многое для науки за свой короткий век. Алексей Пьянков, археолог, Краснодар. Искать и находить было делом его жизни. Владимир Черновов, геолог, член Российского географического общества, город Сочи. Историк от Бога, Нурби Лавпачин, историк и археолог, город Майкоп. С Мадином Камбулетовичем Тешевым, просто с Мадином, для меня он Мадин как был, так и останется. Мы работали более 20 лет. Я поступила в музей в конце 1969 года, а Мадин пришел в 1970 году. И нужно сказать, что этот человек, конечно, он сразу выделялся среди всего коллектива, потому что мы сразу почувствовали, что этот человек фанат. Но фанат в хорошем смысле этого слова. Мадин закончил Кабардинский университет, исторический факультет, специализация истории. Но, собственно говоря, эта профессия, которую он получил, как он сам сказал, я мечтал с детства о том, чтобы изучать именно свой край, этот регион, изучать историю адыгов. Нужно сказать, с самого начала пребывания Мадина в музее, он начал серьезно подходить к этому вопросу. Первая лекция, которая его была, до этого, я скажу, в музее таких лекций разработок не было. Это топонимика Туапсинского района. То есть история всех топонимов, биографических названий, названий поселений, названий горных вершин. Лекция пользовалась очень большим успехом. В тот период времени было общество знания, и мы все были членами общества знания. И, в общем-то, работали в этом плане все. Но эту лекцию заказывали больше всего. Потому что до этого тема как-то это была, ну, никто не разрабатывал ее. А здесь получился очень интересный рассказ. Причем Мадин рассказывал очень доходчиво. И среди маленьких детей в школах, и среди серьезной публики. В общем, его как лектора очень и очень полюбили. В 70-м году Мадин продолжил лекционную деятельность и написал, ну, это краткая тогда была лекция, потом дополнили мы ее. Это история причерноморских адыгах в Средневековье. Ну, вот она до сих пор у нас в музее. И, в общем-то, она не потеряла свою актуальность. Как Мадин нам рассказывал, он еще с подросткового возраста, как он говорил, облазил все окрестности. То есть он знал все урочища, все горные вершины, где речки, какие ручьи. Все на территории Туапсинского района. И когда он поступил в музей, так сказать, уже вместе с музейным коллективом, мы эту работу продолжили. У нас было очень много экспедиций. Вот как кончалась жара летняя, в начале осени мы тоже вместе с ним ходили по территории района. И, так сказать, эти места, возможные курганы, возможные захоронения наносили на карту. И вот здесь перед вами карта-схема, которую разработал Мадин. Но немножко сейчас она уже будет дополнена в новой экспозиции, потому что много времени уже прошло. Но, во всяком случае, эта карта-схема – это первое, что на такой документальной, если можно так сказать, основе появилось у нас в музее и вот в нашем регионе. Это, конечно, была очень трудная работа, потому что местность пересеченная у нас везде, вы представляете, и как это ходить. И причем Мадин ходил один. То есть в тот период времени еще у него, так сказать, близких таких соратников не было, но в какой-то степени мы помогали ему. Но не всегда, потому что была музейная работа, нам нужно было здесь проводить экскурсии, принимать новые предметы и так далее. Мадин Камбалетович Тешев – это человек, который действительно очень сильно болел за свое дело, энтузиаст, таких людей очень мало. То есть всю свою жизнь, собственно, он посвятил исследованию истории археологии родного края. Это прежде всего Туапсинский район, где он в течение целого ряда лет работал как археолог. Ну, хотя участвовал он и в других раскопках, например, при закладке Кубанского моря, водохранвилища Крымс-Надарского, очень большие территории подлежали затоплению, велись масштабные раскопки, в которых он также принимал активное участие. И часть, большую изучению археологическому Туапсинского района посвятил, причем, можно сказать, во многом был первооткрывателем. Очень большие работы у него велись, например, по постановке на учеты и обследованию местных курганов. И вот когда он свои отчеты доставлял даже в Институт археологии в Москве, там, ну, как бы даже просто не верили, что такое количество может быть курганов. Ну, откуда? Ну, просто потому, что на самом деле, что Сочи, что Туапсе на то время было, можно сказать, полной археологической целеной. То есть, абсолютно практически не исследовалось археологам, а вот Туапсинскому району в этом плане повезло, что еще в те времена, в 70-е, 80-е годы, там работал Мадин Камбалетович Тишин. Вот. Это то, что касается вот исследования территории района. А вот в 70-м году уже была первая экспедиция археологическая. Именно нашего Туапсинского музея, руководителем которой был Мадин. Вот. Это был знаменитый шоу-юкский дольмен. Этот дольмен был обнаружен Мадином, как он сказал, очень давно ему старики из Большого Псиушху, он сам уроженец Большого Псиушху был, сказали о том, что там какая-то странная насыпка, курган, не курган, что-то непонятное. Но место очень труднодоступное было. Там за селением Большого Псиушху, вот, в общем-то, ущелье и очень глубокое. И на склоне этого ущелья, почти что наверху, был вот такой небольшой курганчик. Но, конечно, никто даже не мог предположить, что это дольмен. Вот. Все мы думали, когда первоначальная разведка была, что по северу и относит ограница, то есть захоронение. Вот. Но когда стали раскапывать, то мы пришли, ну, просто, ну, удивление было. Оказалось, что это дольмен. Дольмен, обычный дольмен наш такой классический, причем очень хорошо сохранившийся, но весь засыпан землей. Причем не каменная насыпка, вот как курган потом я буду рассказывать, а именно землей. На земле проросли кое-где трава, небольших деревцев и так далее. И вот мы осенью провели там раскопки. Работа была очень трудная, потому что я уже сейчас не помню, сколько мы там этих кубов этой земли снесли. И главное, нам нужно было торопиться, потому что наступал период дождей. То есть конец октября уже был. Ну, мы все расчистили, но, к сожалению, внутри мы не нашли ничего. То есть в свое время, по всей вероятности, дольмен был разграблен. Потому что, в общем-то, дольмены, как это уже доказано учеными во всем мире, не только нашими, но это испанские, индийские ученые. Вот, и на побережье Средиземного моря. Это культура погребальная и ритуальная. Вот, но, к сожалению, там мы, в этом дольмене, ничего не нашли. Вот, это была первая экспедиция, руководителем которой был Мадим. Именно здесь, вот, силами нашего Туапсинского музея. Конечно, вот, если возвращаясь к дольменам, скажи, вот в чем особенность именно дольмены? Туапсинского, Лазаревского района, то есть причерноморских дольменов. То есть, вот, их отличия, допустим, от равнинных каких-то дольменов. Отличия действительно есть. Во-первых, если мы возьмем территорию дольменной культуры Западного Кавказа, то она огромна. Ну, скажем так, таких вот больших древних культур не столь уж много. Это от Тамани, да, Чамчири в Абхазии и по обе стороны главного Кавказского хребта расположены эти памятники, занимают площадь более 400, по-моему, тысяч квадратных километров. То есть, это огромная территория. И многие археологи Рысин и Трифонова, они отмечали, что, ну, должны существовать, безусловно, локальные варианты этой культуры. Возможно, даже, что разные археологические культуры строили одни и те же памятники. То есть, такой условный термин – дольменная культура. А что под ним скрывается, мы точно не знаем. Не знаем, не знаем, опять же, почему. Потому что сложно очень изучение именно археологических дольменных памятников. Если другие культуры, их погребения, скажем, они находятся, многие не тронут, там видят, то есть, археологи вскрывают и находят могилу в таком виде и состоянии, какое она была тысячи лет назад, когда там захоронили человека, то с дольменной культурой всё сложнее. Поскольку эти памятники стоят на дневной поверхности, открытые и переиспользовались в течение многих тысячелетий. В дольменах находят и протомиотскую, и миотскую керамику, вещи античного, средневекового времени. То есть, эти памятники продолжали использоваться и как погребения, и как святилища в более поздние эпохи. То от самых древних времен осталось не столь уж много. И археологически, несмотря на то, что дольменов более трёх тысяч, за всё это время было исследовано не более 150 памятников. Из которых, опять же, если брать, которые дали, скажем так, объёмный какой-то археологический материал, то это его все единицы. Поэтому, да, здесь большие проблемы определить именно. Одна это культура, либо это разные культуры. Но и здесь, опять же, помогают междисциплинарные исследования. И Алексей Резепкин, и Дмитриев, например, подходили, да и сам Марковин тоже, к измерению различных параметров памятников, чтобы выявить отличия. Ну и действительно, все отмечали, что существовали определённые архитектурные школы, скажем, пропорции дольменов района Пшады. Они отличаются значительно от других районов, там они более такие трапециевидные. То есть, существуют и свои архитектурные школы, и по размерным параметрам тоже прослеживается это некое различие. И вот Резепкин разделил весь ареал дольменной культуры, в связи, опять же, с размерными параметрами, на несколько ареалов. А вот в 82-м году была вторая экспедиция. Это уже экспедиция Псебе. Это река Псебе, отселение Псебе, не доезжая в Новомихайловке. Очень интересные захоронения там были. Это была размыта рекой, берег был размыт, и, в общем-то, эти гробницы появились на обозрение. Каменная обкладка, каменные крышки, вот две гробницы. Вот третья была разрушена, потом мы ее нашли. Об этом сообщили жители Псебе. Ну и мы, естественно, сразу же организовали экспедицию и двинулись в Псебе. Вот там находки были очень интересные. Это было захоронение трех мужчин, двух женщин и ребенка. По всей вероятности, захоронение семейное было. Вот. Как мы потом определили уже по характеру инвентаря, вот, что это все относится к первой половине третьего тысячелетия до нашей эры. Приблизительно период для уменной культуры. Ну так, грубо, если прибрасывать, вот. И материалы этих раскопок сейчас же были у нас в музее. Нужно сказать, что Мадин, помимо наших археологических экспедиций музейных, участвовал также и в экспедициях краевых. Вы помните, как раз это был период, когда нужно было провести раскопки на территории будущего Кубанского водохранилища, Кубанского моря. И вот тогда археологи со всех музеев нашего края, не только края, но и археологи Петербурга, Москвы, Новгорода принимали активное участие, потому что все это нужно было сделать вовремя, приближалась дата затопления. И вот четыре года Мадин работал там, как он, по его словам, это было время его профессионального роста. То есть он получил навыки, навыки археолога, потому что, ну, ВОЗ дает что? ВОЗ дает теорию, ну, немножко практики. Вот, а там уже он стал фактически настоящим уже археологом. Мадин продолжал свою работу по исследованию памятников Туапсинского района, археологических, исторических, вот, ну, чтобы дополнить первоначальную карту схемы. И вот тогда очень интересное событие случилось. В Анастасиевке мы готовили материал для проведения мероприятий по Туапсинской оборонительной операции, потому что на Анастасиевских полянах там Брежнев был, там штаб был, там много интересного. И вот тогда обратили внимание на вот этот небольшой такой курган в излучине реки. Он весь был, зарос, кустарником, небольшие деревца, все. Ну, что интересно, ну, просто ради интереса один. Тогда давайте копнем, ну, шурфы небольшие сделаем. Ну, в общем, и когда мы копнули, то мы были поражены. Мы вытащили скифский афгенак. Это была уникальная находка. У нас сразу в голове сложились масса регент таких, ну, это, конечно, первоначально, когда раскопки не проводили, о том, что здесь скифы проходили, и вот это предмет вооружения скифского. Ну, потом, конечно, это наша фантастическая теория была опровергнута фактами. И вот после этого, значит, музей поставил вопрос перед управлением культуры, вот, краевым и нашим местным, о том, что нужно провести раскопки. Потому что явно уже стало понятно, что это или курган, или это какой-то могильник. Ну, что-то непонятное было, потому что все заросло, вот, излучина реки вот так, и вот так вот этот курган. Потом жители нам сказали, что, Мадин ходил всех, опрашивал там, что до войны, вот, до 1941 года курган имел более остроконечную такую форму, вот. Но, ну, послевоенное время, вы сами понимаете, какое строительных материалов не было, и жители понемногу стали, так сказать, прибирать этих камней, из которых был сложен курган. И поэтому форма, конечно, уже изменилась, несколько кургана. И вот начались, 1982 года начались раскопки. Вот, раскопками руководил Тешев, и были археологи из Петербурга и из Краснодара. Ну, что я хочу сказать, что два года почти что делись раскопки, и вот здесь вот Мадину очень помогли, так сказать, его воспитанники. Потому что еще в середине 70-х годов у нас здесь в музее существовал так называемый факультет краеведения. Этот факультет краеведения работал на базе нашего музея, наших экспозиций, вот, всего. Мы читали лекции, им проводили практические занятия, но, естественно, археологическим курсом руководил Мадин Кабулетович. И вот эти ребята потом образовали клуб, историко-археологический клуб «Адис», руководил им Мадин. И вот они как раз приняли активное участие в помощи, вот, в раскопках Псынака, Псынака-1. Вот. Когда, так сказать, раскопали, то, вы видите, из этого снимка, ну, это, конечно, ну, необычно было. Во-первых, дромос, то есть этот проход каменный, который был сделан к ходу дольмена, ну, такая конструкция не встречается нигде. Мадин очень много работал над этим вопросом, писали в Испанию, вот, обращались в институт в Берлине археологии, ну, чтобы узнать, ну, может быть, где-то что-то, потому что в наших источниках ничего не было, нет, такого не было. Ну, дольмен был направлен, как обычно, на восход солнца, вот, и когда солнце сходило, то именно лучи попадали на вход дольмена и на дромос, вот, как бы проход, да, как бы коридор, вот. Ну, так Мадин решил, может быть, это храм, древний храм солнца какой-нибудь, может быть, это связано не только с ритуалом захоронения, но еще с какими-нибудь ритуалами, с поклонением солнцу, звездам, луне, как это было в древности. Ну, так сказать, поскольку никаких вещественных артефактов найдено не было, то об этом судить трудно. Ну, и если брать дольменную культуру, то, конечно, самый знаменитый памятник, который он открыл, это курган Псенака-1, который, к сожалению, очень сильно пострадал от человеческой деятельности. Ну, действительно, Тешев не знал, что там скрывается внутри, когда обнаружил, просто зафиксировал огромный курган еще в 70-е годы, а позже в 80-е годы совхоз, который там располагался, решил брать камень для каких-то своих строительных нужд из кургана. То есть, курган стали разрушать тракторами, вывозить оттуда камень, он оказался сильно разрушенным. И вот тогда были организованы спасательные раскопки, в результате которых были сделаны очень интересные находки на кургане. Ну, во-первых, пускное погребение в ящике, содержащее окинак, то есть, более позднее. Ну, а затем оказалось, что в центре кургана находится дольмен. Причем, единственный пока в своем роде такой памятник для мегалитической культуры западного каркаса. То есть, да, обычный стандартный плиточный дольмен, но он был закрыт сверху толосом, то есть, каменным куполом с глиняной прослойкой. То есть, такое сложное инженерное сооружение, чтобы не давили и вверху находящиеся камни, и одновременно такое гидротехническое сооружение, чтобы влага внутренняя попадала. И сверху огромный курган. От дольмена наружу вел узкий коридорный вход, по которому человек ползком мог проникнуть туда. К дольмену, через толос, к фасаду дольмена, выходил через яму он, по всей видимости, наружу. Вот во время своего первого посещения этого памятника Тешев смог зафиксировать еще... Ну, тогда он просто зафиксировал, скажем так, подробно его курган исследовал такую необычную особенность. То есть, навал камней был не просто навалом камней, они были уложены определенным образом. Более крупные валуны окружали кромлихом основу, основание кургана. И к вершине кургана шли лучи. Точно их количество тоже из-за разрушения определить не удалось. Возможно, их было 12, то есть, такой календарный период. Сходились они наверху тоже не просто так. Была сверху кургана площадка, опять же, окруженная кромлихом из более круглых камней. То есть, если смотреть сверху, то получалось такое изображение, как солнышко, где рисуют круг, и от него отходят лучи. Ну и причем Тешев, кстати, на это внимание-то не обратил. Ну, а вот я, занимаясь археастрономическими исследованиями, обратил внимание на то, что Дромас Кургана-Псенака направлен на заход Солнца в зимнее самосостояние. То есть, вот такая значимая дата. А Тешев обратил внимание на то, что с вот этой верхней площадки, если наблюдать, то действительно, вот эти восходы, заходы Солнца, Высокой Луны очень красиво, скажем так, ложатся в окружающий рельеф. То есть, допустим, в определенную дату, в тот же восход в летнее самосостояние, когда сейчас собирается очень много людей, эзотериков, интересующихся, в общем-то, этим памятником Солнца, если смотреть от Кургана-Псенака, один восходит как раз между горбом, между двух вершин, двух братьев. То есть, ну и другие вот так восходы, заходы, ключевые даты. Очень интересно ложатся на окружающий рельеф местности. То есть, место было выбрано древними строителями очень тщательно. Ну и поскольку памятник оказался очень интересным, подключился к его исследованиям и ведущий на тот момент, специалист в изучении дольмена, это Владимир Иванович Марковин. И Курган-Псенака был основательно исследован археологически. Оказалось, что еще до возведения дольмена на этом месте существовало более древнее святилище. Под Курганом нашли погребенные кромлихи с керамикой, относящиеся к майкопской культуре, то есть к четвертому тысячелетию, если сам дольмен датировался третьим тысячелетиям. То есть, именно это место почиталось и в более древние времена. Ну и, конечно, вот такая уникальная находка вызвала большой интерес во всем научном мире, да и не только популяризации науки. Тот же Владимир Иванович Марковин в Германию и, по-моему, в Испанию ездил, выступал с докладами о памятнике Псенака-1, поскольку он очень сильно напоминает действительно многие западноевропейские купольные, коридорные гробницы. А вот одним из основных идей, гипотез Марковина было то, как раз, что дольменная культура пришла на Кавказ из западного Средиземноморья. И вот находка такого памятника, да, как бы частично подтверждала эту гипотезу. Мадим Камбалетович Тешев выступил даже в клубе путешественников тогда именно с докладом о астрономическом значении Псенака-1. Тогда всё это казалось очень необычным и интересным, но поскольку археоастрономия, тем более в нашей стране, можно сказать, тогда только зарождалась, да, и казалось необычным, что вот древние люди обладали какими-то знаниями о небе, о движении небесных светел. Естественно, после этого масса была таких, знаете, спекулятивных теорий. Вот, приезжали люди, которые пытались исцелиться. Они, значит, приезжали туда в Псенака, ну, первое время, когда ещё раскопки шли, ну, уже конец фактически был, прикладывались лбами, молились. Ну, вы понимаете, вот такой ажиотаж какой-то, ну, нездоровый, антинаучный был. Мы пытались, конечно, всё это объяснять, читали лекции, выступали на ТВ, но результата не было никакого. Потому что, как сказал один известный, у нас товарищ краевед здесь, это нужно, чтобы прошло время. Вот время пройдёт, всё устаканится, всё успокоится, и люди, так сказать, будут более спокойны и более здравы к этому относиться. Вот сейчас мы с вами находимся в экспозиции. Это экспозиция нашего музея, которая охватывает древний период, вот, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры и до Средневековья, вот, до 14-13 веков. Нужно сказать, что экспозиционером, то есть человеком, который курировал эту экспозицию, который строил её, является Мадин Камбулетович Тешев. Это тоже была одна из его первых таких вот серьёзных работ. Вот он построил эту экспозицию. Она, конечно, постоянно подновлялась, потому что появлялись новые артефакты, и они все сюда вносились. Вот, ну, несколько оформлений экспозиции, конечно, уже сейчас не отвечает современным данным, но зато здесь богатейший исторический материн. Богатейший. Вот. Следующий зал – это как бы продолжение уже истории. Это уже 19-й век. Конец 18-го, 19-й век. Это история, так сказать, заселения Кавказского побережья. Это Кавказские войны. Это, так сказать, ну, такое противостояние России и Турции. Вот. Тут же материалы о том, как первые, так сказать, послы от Северного Кавказа, от Кабарды были у Ивана Грозного. Вот это Граёва как раз рассказывает. О том, как, в общем-то, формировались связи с Северным Кавказом. И о том, как наряду с этим, используя, так сказать, религиозный фактор, Турция всё время, ну, пыталась претендовать на все эти территории. Ну, я не буду подробно рассказывать. Это начало Кавказских войн. Здесь Мадин отразил всё, абсолютно всё. Все предметы, артефакты, которые у нас были, они все здесь представлены. И наряду с этим представлена та же и культура адыгов. Вот, смотрите, здесь адыгейское седло, адыгейская бурка, которая абсолютно не пропускает воду. Ни снег, ни воду. Вот, дальше уже образование нашего фасада Туапсе, города Туапсе. Вот, эти все предметы. Это уже более поздний период. А вот здесь вот два интерьера. Вот, Мадин, в общем-то, так по его инициативе была. Это интерьер коренных жителей нашего региона. То есть адыгский интерьер. И вот, посмотрите, здесь черкеска, оружие, музыкальные инструменты, низкий столик для еды, адыгей, его называют. Перед ним вот так ноги скрещивали, садились, потому что низких таких стульчиков и скамей в тот период времени ещё не было. Одновременно, когда начиналось и заселение этого побережья Черноморского, то здесь представлена уже культура, так сказать, наших переселенцев. Это очень многие национальности. И молдаване, и украинцы, и русские, и выходцы из Сибири. То есть в этом плане наш район интернационален и многонационален до настоящего времени. Но я считаю, что вот такой подход к рассказу и к строительству экспозиции, в общем-то, он был очень правильный. И Мадин здесь сделал всё возможное для того, чтобы именно показать эти исторические корни, исторический ход развития нашего всего побережья. Наряду с древнейшими жителями, если можно сказать, с аборигенами Тотвинского района и кончая нашими переселенцами, которые здесь поселились уже в более поздний период времени. В 2004 году наш музей издал вот такой первый сборник из истории Туапсинского региона. И посвящен он был светлой памяти Мадина Дешева. То есть очень много было выявлено памятников. Это памятники и палеолита очень ранее и очень интересные были найдены. Вообще, ну вот как говорят, есть такое понятие как везение. Как археологу ему действительно везло находить уникальные памятники, причём, можно сказать, без всяких даже раскопок, то есть визуальным исследованием. Это и те же палеолитические очень интересные стоянки. И множество других более поздних памятников, более 170 дольменов он зафиксировал в Туапсинском районе. Да, их число гораздо больше, но на тот момент это была такая значительная цифра. Причём, если взять привязки того времени, опять же, тогда не существовало ни GPS, да и карты нормальные были засекречены даже, то есть археологам. Невозможно их было добыть, и поэтому вот даже у Марковина в его книгах о дольменах встречаются такие сейчас, можно сказать, ляпы, что дольмены группы Тридуба, это близ Салахаула, он помещает на склонах горы Аутли. Хотя гора Аутли совсем в другом месте. Ну, просто вот пользовался человек туристской картой-схемой, по которой можно было только так и сообразить. Ну, а Утешева вот точные достаточные схемы и даже описание его, несмотря на такие, казалось бы, описания, как, допустим, 3,5 километра к северо-востоку Аутаула Большой Псюшхо или вот так. Да, ну вот я наносил эти точки на карты в соответствии с его расположением. Потом на местности мы вот те дольмены, которые описывал, те, что вы именно там находили. То есть, да, вот у него достаточно точно это было описание, даже такое, казалось бы, условное, но тем не менее. Но ещё нужно сказать, что как человек он очень отзывчивый, очень. Вот любые вопросы, что-то связано, что-то кто-то не понял или что-то сложно было, он всегда откликался и всегда помогал, не считая со своим временем. Вот, потому что у него тоже была семья, у него жена, двое прям разных девочек было, ну, сейчас они уже взрослые, вот. И тем не менее он всегда откликался и всегда помогал. В этом отношении, конечно, многие ему очень благодарны и вспоминаются о нём. Вот с большим уважением и с таким сожалением, потому что, конечно, рано было. Похоронен он был по адыгейскому обряду, бабушку. На родине. Да, на родине. Очень красивое кладбище, оно наверху, как-то на горе, и оттуда вид открывается, великолепные на горы, на урочище. То есть, на телестор, для него развернулись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok